Например, министра Словакии напали 15 мая в городе Гандлова. Он получил огнестрельные ранения. Нападавшего задержали. По информации словацких СМИ, это 71-летний писатель Юрай Центула. Как выяснил венгерский журналист-расследователь Собольч Пани, Центула неоднократно принимал участие в мероприятиях ультраправой организации «Словенский бранчи». В соцсетях он публично высказывался в ее поддержку. «Словенский бранчи» — это военизированная организация, действовавшая в Словакии с 2012 года. Ее члены активно сотрудничали со словацким отделением российских ночных волков. Организация сотрудничала с прокремлевским движением байкеров «Ночные волки», а их лидер проходил обучение у бывших российских спецназовцев. В 2022 году группировка заявила о прекращении деятельности из публикации словацкого издания «Висквия». Режим Путина готовит физические атаки на Запад, пишет The Telegraph со ссылкой на заявление главы британского центра правительственной связи Анну Кист-Батлер. По ее словам, с учетом возросшей напряженности между Москвой и Западом, британский центр правительственной связи все больше беспокоят крепнующие контакты между российскими спецслужбами и прокси-группами. Их цель – организация кибератак, диверсии и слежки, утверждает Кист-Батлер. Как сообщили немецкие СМИ, в апреле в Германии задержали двоих россиян по подозрению в шпионаже и планировании диверсии. По информации ДПА и Шпигель, один из них готовился взрывать и поджигать военные объекты и предприятия, а другой шпионил за американским военным полигоном Графенвер, где обучают солдат ВСУ. Германия сейчас бьет тревогу, и директор контрразведки немецкая открыто говорит и предупреждает страны Европы о том, что Россия готовит и проводит подрывную деятельность на Западе и готовит теракты. На фоне того, что должны проходить Олимпийские игры во Франции, я бы задумался также и на месте французских властей, поскольку здесь же нужно тоже констатировать, что Россия сейчас ведет фактически деятельность по сбору наемников по всему миру. Кремль пытается запугать другие страны с целью подорвать поддержку Украины, считает премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Москва усилила гибридные атаки против всех европейских государств. Россия усилила теневую войну против всех европейских стран. Она хочет действительно напугать и запугать свободный мир, чтобы отпугнуть нас от помощи Украине. Мы не должны бояться. Россия остается главной внешней угрозой для выборов в Соединенных Штатах Америки, подчеркнула директор национальной разведки США Эврил Хейнс. Россия использует все свои ресурсы, чтобы подорвать доверие к демократическим институтам и поддержке Украины со стороны США. По сути, у них есть государственная пропагандистская машина, состоящая из государственных СМИ, ориентированных на глобальную аудиторию. Таких, как РТ и Спутник, и сети квазиправительственных троллей. С годами этот аппарат разросся. Он расширяет круг субъекта влияния, тактику, которую они используют для проведения тайных и скрытых операций, и сформировать политический дискурс в США и Европе, чтобы уменьшить поддержку Украины. Как сообщили в американской разведке, США значительно улучшили свои возможности по обеспечению безопасности выборов. В частности, в борьбе с иностранными дезинформационными компаниями после выборов 2016 года.